Думаю, каждый, кто хоть раз занимался каким угодно творчеством, в какой-то момент приходил к мысли, что «Блядь, зачем я этим занимаюсь? Заводы стоят, мама говорила, стань юристом, получше бы всё в жизни было и точно попроще». Я думаю, почти у каждого есть знакомый, который занимался каким-то творчеством, потом это забросил, потому что не получал фидбэка или фидбэк был негативный. А возможно, кто-то даже сумел достичь каких-то высот, и теперь им нужно ещё и держать планку и продвигаться дальше. А это, ой, как непросто. Здрасте, вы на канале Сейна, и я вот не могу представить музыку без Фредди Меркури. Наверняка в какой-то момент он задумывался о том, чтобы пойти в бизнес там, или продавать помидоры, или что-то такое. Этим видео я попытаюсь ответить на вопрос, как не перестать заниматься музыкой, ну и творчеством вообще. Я задавал примерно одинаковые вопросы про то, как люди занимаются творчеством, а в частности музыкой. Василию Ка, музыканту с более чем 30-летним стажем, в этом году он выпустил свой 23-й альбом. Ни на что не надейся, ничего не жди, самое худшее впереди. Также солистки группы МН-78, которая существует чуть больше, чем полтора года. А заодно и сам на те же вопросы ответил. Неважно, какой у меня стаж в музыке, я все равно играть не умею, зато записал песню про Аджику. На самом деле беда, которая преследовала людей в любые времена, они думают, что все уже создано, все уже до них придумали, и ничего нового никогда не появится. И самое ужасное, что так думали до изобретения колеса, потом до изобретения сотовой связи, до изобретения интернета, а перед этим до изобретения радио. И сейчас до изобретения космических кораблей, и каждый раз перед тем, как появилось что-то охеренно новое, сумасводящее вообще, люди думали о том, что уже ничего нового не появится. Я человек чистой идеи. Меня очень зажигает просто мысль о том, что можно сделать что-то крутое. Я когда понимаю, что типа, блин, ребят, пришла офигительная мысль, просто она такая классная. Вот мы сейчас сделаем вот так. Мы сейчас пойдем и снимем вот это вот конкретно, и потом вот это вот так все сделаем, завернем, и будет круто. Это очередная демонстрация силы музыки. Я тебе могу сказать, что Филипп Гласс есть такой великий американский композитор. Это минималист академического толка. Он до 40 с лишним лет такси возил в Нью-Йорк. И каждый раз все-таки, вся музыка уже написана, ничего нового не будет, и появляется что-то новое каждый раз. И такими же мыслями обладает настолько огромная масса людей, что мало того, что сам музыкант думает так, его окружение думает так и убеждает его в этом еще сильнее. И это жутко. Я в этот момент вообще не думаю о том, что будет потом. Я начинаю сразу думать о том, как это сделать. Это мне во многом мешает, потому что, типа, ты такой, типа, блин, все, я бросаю все дела, просто мигом организовываю все свои деньги, время, трачу силы. То есть, если ты занимаешься музыкой, в любом случае, это соприкосновение с чем-то, к чему по-другому не притронешься. Играешь ты это для людей, или ты играешь только для себя, или ты учишь этому кому-то кого-то, или учишься этому у кого-то. То есть, в любом случае, это обогащает твою жизнь, это благословение. Вот. А если ты хочешь, чтобы, ну, быть рассказчиком истории для людей, это надо уже определять задачу, скажем так. Потому что это такая классная идея. То есть, вот, сам момент, когда к тебе пришла идея, а потом ты видишь, что ты ее сделал. Вот, вот этот вот момент, когда ты понимаешь, что, блин, ты ее осуществил. Вот, то есть, это самый главный вот такой вот. Ребят, ну, крутые. То есть, я не знаю, как это описать. Это очень прикольно. Если вы сами думаете, что написали что-то прям крутое, а ваши друзья говорят, да типа, да че ты это, че это такое, че это такое, шлите нахер своих друзей и продолжайте фигачить. Вы можете посмотреть на любого артиста. Слушайте сначала песню, которая вам нравится, а потом слушайте его же песню пятилетней давности, давай, охерейте. Но вопрос оплаты, он не главный. Ну, вообще совсем не главный. Вот. Но насколько он важен для человека, это каждый год для себя. Вот. Если, если действительно душа горит для музыки и чувствуешь, что это совсем-совсем твое, надо в первую очередь стараться как можно больше играть для других. Дело в том, что многие оттачивали свои навыки просто самостоятельно. То есть, тупо сидели дома и приночали на гитаре, или там зачитывали в микрофон, или что-то такое. Просто постоянно делать. Главное, не прекращать делать. Вот и все. Это все, что, в принципе, вам нужно, единственный верный рецепт. И мысль о том, что я, если сейчас закончу, не осуществлю сотни идей, которые мне придут вот так же просто когда-нибудь еще, меня жутко пугает. Ну, то есть, это выбор без выбора. Нет никакого выбора остаться или не оставаться, заканчивать музыкой, заниматься или продолжать. Ты просто понимаешь, что реально ты можешь заниматься только этим. Да, это каждый сам для себя представляет. В такой степени он упертый, и в такой степени он готов прийти на массу всяких компромиссов ради этого. И насколько сильно музыка его позвала. Потому что, если ты перестанешь, ты остановишься в своем творческом развитии, как просто, ну, как артист, как человек, как сон играет. И это просто история про то, что ты не сможешь достичь чисто для себя вот этого. То есть, это как, я не знаю, на пути к усветлению. Просто возьмешь и остановишься. Вообще, музыке можно служить тысячу разных способов, если бы говорю. И они все подразумевают разные степени личной в это вовлеченности. Скажем так, разную степень отдачи энергии. И разный расчет на получение этой энергии обратно. И каждый из этих способов, он добудет, он глупо словен. Например, пишут песни, записывают их просто, ну, типа, на камеру айфона, выкладывают в инстаграм, на этом все. Я знаю людей, которые настолько гениальные музыканты, что, услышав когда-нибудь мир, возможно, все бы изменилось, но они сидят дома и пишут в стол, потому что такая позиция. В том-то и дело, я говорил, музыка – это трансцендентная вещь. И ее трансцендентальность, кроме того, что она демонстрирует себя как огромная сила, которая, как правило, ведет людей к хорошим вещам, она еще и непредсказуема. То есть, если ты начал ей заниматься, надо понять, что это будет. То есть, тот, кто однажды взял там привлительные руки, не помню точно, тот навеки потеряет безмятежный свет очей. Я знаю очень много людей, которые всеми силами пытаются набрать хоть какую-то аудиторию, пытаются организовать хоть какой-то концерт. И у них ничего не получается, они продолжают. Это одержимость. Ну, то есть, вот фильм «Одержимость» – это как бы оно, я не знаю, у всех ли так работает, но вот мне кажется, что если человек продолжает этим заниматься, значит, его очень сильно трогают. Он просто не может остановиться. Надо быть готовым к полному краху в себе, что ничего не вызовет. Вот, и не надо понимать, что это нисколько не уменьшает тяги. Когда будет крах, что делать? Что, дальше жизнь? Я наименее интересный человек в этом ролике, поэтому меня было меньше всего, и я, на самом деле, очень этому рад, люблю ролики, в которых нет меня. Я сначала думал оставить открытую концовку этого видоса, чтобы просто один из музыкантов сказал какую-нибудь классную фразу, и на этом всё, просто вот всё закончилось. Но дело в том, что во время интервью произошло кое-что. Когда я с самого начала спрашивал Василия про то, как не перестать заниматься музыкой, для него этот вопрос был непонятен. Дело в том, что Василий Ка не занимается музыкой и не играет музыку. Он служит музыке. Не начищает ей туфли, но провожает на бал. Это странно и непонятно в контекстах современного мира, и никто так осмыслять собственную деятельность, наверное, уже не будет, но в ближайшее время так точно. В одной из песен Василия есть строчка «Мне для счастья нужен коврик на полу твоей души». И это, на мой взгляд, отлично описывает его отношение к музыке и отношение ещё огромного количества музыкантов, которые не стали суперзвёздами. Но когда они пишут какую-то песню, выпускают её, и там сотни человек, десять человек, или там десять сотен человек, какие-то не особенно большие цифры, им это нравится. Они загоняют себе это в плеере, а потом орут на концертах, и это всё, что им надо. И вот так же, на полу музыкальной индустрии, куда почти не доходит свет от звёзд эстрады, на ковриках сидят музыканты. Они чертовски рады тому, что делают. И то, что они однажды не перестали заниматься музыкой, делает их счастливыми и придаёт их жизни смысл. Думайте сами, шарьте этот ролик, подписывайтесь на канал. Вы знаете, где кнопка подписки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!